Амстердам Если скорость... Минутку, а зачем вести телевизоры? У них там что, своих нет? Да, действительно. Ну, значит, Б это Брянск. Там ничего нет. Так вот, когда приедет туда поезд с товарами? Так это очень просто. Нужно расстояние. С. Поделить на скорость. В. И получится время. Правильно. Но ты забыл про остановку в пункте Т. На таможне. Ведь прежде чем импортные товары попадут к нам, их нужно проверить, собрать налоги. А налоги зачем? Знаешь, на этот вопрос тебе лучше ответит экономист из газеты «Коммерсант» Александр Волынец. Если в стране избыток товаров, то вводятся повышенные налоги на импорт, и тем самым защищается производитель от дешевой продукции из-за рубежа. Если в стране товаров мало, или как у нас их вообще нет, то таможенные налоги снижаются или устраняются вовсе. И это позволяет насытить магазины товарами импортного происхождения. Ну, понятно. Чтобы товаров стало побольше, правительство должно было сделать налоги на дефицит минимальными. Вот сейчас убедишься. Открываем постановление и видим... Что такое? За телевизор 400%? За магнитофон 500? За видео 600? Неужели, чтобы привезти эти товары, придется уплатить их 4-х, 5-и, 6-ти кратную стоимость? Это беспрецедентный случай в мировой практике. Выходит, из-за этого налога мы останемся вообще без импортных товаров? Из-за этого налога не будет их меньше. Ну, конечно. Ну, конечно, у директора разной экспорта товарища Кострова проблем с дефицитом нет. А вот что нам скажут на таможне? Сегодня поток импорта уменьшился? Думаю, что да, уменьшился. Уменьшился. За счет чего? Ну, возможно, за счет того, что были введены налоги. Организации стали думать, стоит ли им закупать. Дороговато стало. Да, смогут ли они осилить эти покупки? А главное, сумеем ли осилить эти покупки мы? Мы, покупатели. Ведь чем выше налог, тем больше и цена. Вот послушайте расчет директора малого предприятия Ирины Двукраевой. Значит, берем цену в долларах вот этой видеокассеточки. Хорошие видеокассеты стоят 2 доллара. Примерно. Умножаем на коэффициент нашего деревянного рубля. Примерно 30. Получается 60 рублей. А на наши замечательные таможни с нас возьмут налог 630% за ввоз этой кассеты. Вот. И поэтому цена ей будет 8-100 рублей. Да. Неважно решило союзное правительство задачу насыщения нашего скудного рынка. А, кстати, как там наша задача? Когда же придет к нам поезд из Амстердама? Этот поезд никогда не придет. А если придется, Рамонам Джинсы не достанутся. Ты прав. Наверху опять сделали так, чтобы все мы остались без штанов. Продолжаем тему.